Громкий скандал набирает обороты в Чебоксарах. Там сын главы администрации города стал фигурантом уголовного дела о нападении на полицейского. По версии следствия, Олег Ладоков участвовал в драке, а потом скрылся с места происшествия на лимузине. И когда приметный автомобиль остановили, молодой человек якобы ударил сотрудника МВД по голове. Правда ли, что криминальный шлейф за сыном чиновника тянется с 14 лет, выяснял Андрей Караманов. Из клетки в зале суда за стол к адвокату можно выдохнуть и подписать необходимые бумаги. 19-летний Олег Ладоков на всякий случай прячет лицо, хотя шансов остаться незамеченным у сына сити-менеджера в Чебоксарах нет. Теперь он фигурант сразу двух уголовных дел о побоях и о нападении на представителя власти. А вину вы признаете, нет? Да. По версии правоохранителей, один день из жизни Олега Ладокова выглядит так. Отдохнул с друзьями в кальянной, затем поехал вот в этот частный дом с сауной, которую золотая молодежь регулярно арендует для вечеринок. Там устроил массовую драку, покатался на лимузине и завершил томный вечер нападением на полицейского. Устроили мордобой. Потерпевший позвонил в отдел полиции номер два. Оперативники выехали на задержание и задержали эту группу товарищей, которая перемещалась по городу на автомобиле Хаммери, на лимузине. Избил полицейского. Возбуждены уголовные дела применения насилия в отношении представителя власти и по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации нанесение побоев. Сыну сити-менеджера Чебоксар явно неуютно от такого внимания со стороны журналистов. Молодой человек, похоже, только сейчас понял, как его выходка отразится на репутации родителя. Это в суде Олег такой спокойный. На месте различных ДТП, участникам, а иногда и виновникам, которых он становился едва ли не с 14-летнего возраста. Да-да, хотя водительские права выдают 18. Ладыков-младший общался с прессой совершенно иначе. Одни называют его мажором по-чебоксарски, другие списывают все на подростковый протест. Справиться с которым родители не могут, да и некогда. У отца все время уходят на работу в администрации, но иногда еще на закрытые корпоративы с участием звезд 90-х. Знаешь ты сам, как жесток этот прозрачный намек. Кто? Желтые тюльпаны, о-о-о. Злые языки уверяют, что звездами эстрады необычные знакомства Ладыкова-старшего не ограничиваются. Якобы папа был когда-то вхож в круг лет называемых авторитетных бизнесменов. А сколько уголовных дел в отношении вас было возбуждено ранее? Я не судим, я вам скажу. Мы не судим, мы? Нет, я не судим. А уголовные дела могли бы возбуждать, могли и закрывать. Сегодня от этого никто не застрахован. Правильно? Вы сегодня можете выйти, и на вас могут возбудить уголовные дела. По подозрению в чем-то. Вот сегодня отсюда выйти и могут возбудить. Слов на ветер Ладыков, видимо, не бросает. Его собеседник вышел и стал фигурантом уголовного дела. Что касается выходки сына, ее глава администрации уже показательно осудил. Сын мой человек. Совершеннолетний, самостоятельный и готов нести наказание по всей строгости закона. Со своей стороны считаю своим долгом принести извинения перед всеми потерпевшими и свидетелями данного инцидента. Суд отнесся к Олегу Алексеевичу мягко. В изолятор сажать не стали. Отправили под домашний арест. Разве что повезли домой не в лимузине, как он любит, а в автозаке. Андрей Караманов, Вести, дежурная часть.